Всем привет! Меня зовут Ренат Хасанов. Я представляю здесь сайт FTA Invest. Я являюсь инвестиционным советником, то есть имею право оказывать услуги финансового характера для вас, для всех россиян. А для иностранных пользователей, скажем так, мы тоже готовы оказывать свои условия. У нас есть американская фирма, которая всеми необходимыми разрешениями также обладает, и там даже мы пытаемся получить особый статус, чтобы получить право уже не просто советов, а управления капиталом. В Америке такое возможно. Итак, начнем мы с сегодняшней недели, с обзора ее, наших индексов, наших модельных портфелей, наверное, более правильно говорить. И здесь, ну, в целом, наш российский портфель показал неплохой рост, мог бы лучше, но нам даже пришлось продать в пятницу три акции. Мы с определенными техническими барьерами наши ценные бумаги столкнулись, и, ну, возможно, даже разворачиваться вверх. Но, тем не менее, все-таки это неплохая доходность. Практически стопроцентная доходность нами показана с начала года. Ну, а вот я недавно посчитал, если считать ровно год назад, да, когда были минимумы в российском рынке, то здесь нам удалось показать более 120% годовых. Поэтому всех призываю становиться нашими клиентами, это доступно сейчас и в Телеграме, то есть следование нашему портфелю, следование нашими рекомендациям. Мы даже будем, даем пояснение, еженедельно выпускаем специальный обзор по российскому рынку и по нашим акциям, которые у нас есть, да, поэтому подписывайтесь. Стоит это в Телеграме совершенно недорого, то есть 990 рублей в месяц. Ну, а если у вас портфели все-таки побольше, да, то есть обладателем серьезных уже денег, да, от миллиона, скажем так, рублей, я все-таки советую подписываться у нас на сайте, становиться полноценными клиентами моими, получать от меня индивидуальные инвестиционные консультации, выстроим ваш инвестиционный профиль, определим потребности, какой для вас портфель может быть лучше, предпочтительнее, так же можно посчитать, да, поэтому то же самое, присоединяйтесь к нам, но уже в данном случае через сайт, и через сайт вам доступен и американский наш портфель, но который вот снизился, но незначительно, это можно сказать, что он остался неизменным. Там в Америке сложная ситуация, я постараюсь ближе к концу этого выпуска ее прокомментировать и скажу так, да, то есть у меня такое чувство, что американский рынок готов обвалиться, ну, пока, мы не знаем, затянет наши акции в это или нет, да, тут самая сложная проблема. Так, ну, посмотрим на динамику российского индекса Мосбиржи, и вот смотрите, он, в принципе, вот мы тут вот говорили с вами, что модель-модель, ее не было, да, ну, вот она, тем не менее, появилась, вот эта линия поддержки, синяя линия, которую мы обозначаем, да, различные уровни сопротивления или поддержки, от нее рынок оттолкнулся вверх, ну, и, в принципе, чувствую себя пока, по моему мнению, достаточно уверенно. Единственное, что вот эта проблема расхождения по акциям пошла, то есть обычно российские акции там двигаются вверх и вниз, ну, как говорится, вместе, да, а вот сейчас, ну, вот мы продали три, на самом деле есть еще четвертая у нас, которую мы не продаем акции, да, тоже модель медвежья, при этом в других акциях такой ситуации не наблюдается, и вот в индексе тоже нет, да, то есть разнообразие мнений вдруг откуда не возьмись появилось на российском рынке, и вот здесь мы с помощью теханализа, ну, постараемся извлечь максимальную доходность, ну, или минимизируем те убытки, которые у нас могут быть. Поэтому тенденция на российском рынке далеко не ясна, он говорит, что вот завтра он вырастет, вот я бы, знаете, не утверждал такое, да, то есть может быть будет вот здесь вот, вот я покажу мышкой, да, вот здесь вот такая вот закорючка вниз, да, красного цвета, и вот мы уже сможем говорить о том, что акции разворачиваются вниз, повторяю, во многих, во многих ценных бумагах у нас ситуация вот такая, да, ну, вот поэтому, наверное, результаты понедельника будут определяющими. Значит, кроме того, на российский рынок могут оказывать какие-то другие факторы, да, один из важнейших для него сейчас, это ситуация там на фронтах на Украине, но есть у меня кое-какие мысли на эту тему, да, подписывайтесь на наши услуги, ну, через Телеграм в том числе, да, то есть в еженедельном отчете я постараюсь кое-что написать. Ну, вот если посмотрим на валютный рынок, то вот обратите внимание, те модели, которые я вам показывал ранее, то есть на прошлой неделе, они обе сработали, то есть доллар пошел вверх и против, ну, смотри, не доллар пошел вверх, рубль падает и против юаня, это вот пара с юанем, и против доллара, причем преодолены сопротивления вот эти ключевые, да, и если он удержится вот здесь выше, да, то опять начнутся штурмы максимумов у нас и в иване, я подчеркиваю, и в долларе. Вот что непонятно на российском валютном рынке, это вот эта вот новая дискуссия, которую начал министр экономики решетников относительно возможностей там нескольких курсов рубля, то есть они, получается, начали, ну, не они, да, ну, кто там, да, российская экономика начала поставлять за рубеж товары за рубли, да, но я так понимаю, что рубли эти берутся непонятно как там на зарубежном рынке, да, и по идее же, чтобы купить что-то в России, надо купить сначала рубль, прийти на рынок, да, и, соответственно, образом потом там нефть, там газ, ну, все, что хочешь, да, а тут получается ситуация странная, да, какое-то, получается, движение рубля в локшоре где-то, если сам министр экономики не понимает, то я вообще отказываюсь что-либо здесь как-то комментировать, да, что за ситуация здесь, да, мне иногда кажется, что наши монетарные власти, ну, они как-то не стремятся решать какие-то либо проблемы, да, ну, вот проблема обозначена, да, после чего министр финансов, представитель Центробанка, там, основные, там, игроки, там, ВТБ, Сбербанк, все высказались против вот этого двойного курса, то есть, ну, идея, как говорится, не проходит пока, ну, а зачем она тогда выдвигалась, почему нет дискуссии здесь никакой, получается, что мы не пытаемся разобраться, проблема, видите, есть, по идее, вот те курсы рубля, которые мы сейчас имеем, ну, они такие экономически необоснованные, но получается, что иностранная валюта в дефиците, причем что доллар, что юань, юань-то, по идее, то чего должен быть дефицитным таким, но он в дефиците, так как, ну, значит, он не поступает в достаточном количестве, либо вся эта торговля сейчас переместилась, там, в зарубеж, понимаете, да, то есть, ну, проблему-то надо решать, получается, а не просто, там, объявить, там, вот, давайте мы введем отдельный зарубежный курс рубля, денежный внутренний, там, еще какой-нибудь курс рубля введем, поэтому у меня складывается впечатление, что наши власти просто так констатируют какие-то проблемы, да, ну, вот, решетников постарался что-то высказаться, да, там, реально, действительно, есть, наверное, проблемы это, ну, а все остальные его просто так, ну, не сказать, что заткнули, но получается, что им можно и так выразиться, да, хотя, ну, надо же поднимать вопрос тогда и пытаться с ним разобраться, в чем же причина того, что мы имеем рекордную стоимость нефти, мы имеем рекордную стоимость рубля, и получается, что там поток рублей у нас должен быть огромный, да, но почему-то он не сопровождается обратным потоком иностранной валюты, пускай даже китайского юаня, что с юанем-то, ну, ладно, там доллар, поэтому ситуация очень выглядит странной с валютным курсом, но пока она прогнозируема, вот по техническому анализу в целом, да, но фундаментальному фактору, вот смотрите, сейчас экспорт из России феноменально доходен, феноменально доходен, хоть что продавай, поэтому запретили продавать-то этот бензин там и прочий дизель, понимаете, то есть, ну, потому что там сверхприбыль можно получить огромную, просто там купить на нашей заправке, ну, все, что хочешь, да, перевезти за границу и, пожалуйста, там, три раза увеличь свой капитал, ну, справляться с рыночной силой сложно, понимаете, на то она и невидимая рука, рынка, что ее не видно, да, попробуй еще поймай, что называется. Давайте посмотрим дальше, ну, здесь у нас тоже индекс российских гособлигаций, никакого облегчения нет, они продолжают падать, несмотря на то, что министр финансов заявил, что они там на триллион не будут предлагать облигаций, да, по идее, это должно было ослабить давление на рынок, но пока еще вот никакого подобного. Главное, обратите внимание, почему-то они все к концу торгов вот такими вниз идут, понимаете, вот что такое-то у них прямо, да, то есть, еще, в принципе, динамика вверх наблюдается в течение дня, но на закрытии все время низ, 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 как такое может быть, у нас в акциях такого нет. Надо посмотреть, что там вообще на этом рынке происходит, кто это все делает, кто эти продажи все осуществляет, или странные заявления там вот этих наших банкиров, да, что по текущим доходностям они покупать их не будут, они что хотят, еще 15, что ли, процентов, что они хотят-то, им мало этой доходности, понимаете, так я понял, да, и они хотят еще больше, то есть, они, не знаю, там, 20% скоро придет, когда у нас 20% было после самого начала спецоперации глубочайшего кризиса, связанного с расчетами, там, санкциями и так далее. Сейчас-то ситуация не такая, но я не буду уже говорить про то, что этим должен, по идее, заниматься Центробанк, это и есть денежно-кредитная политика, он, вот он этого не делает. Что ни это не делает, и что не делает вот эту ситуацию с Рублем, что, ну, подчеркиваю, конечно, не очень хорошо, но такова, такова наша система, да, ну, что ж поделаешь, да, будем жить в тех условиях, в которых живем, да. Посмотрим на международный рынок, и здесь, ну, вот ситуация такая, ну, тоже разнообразная, да, ну, во-первых, вот я говорил, растущая нефть, растущая нефть, ну, вот можно констатировать, что определенная, подошла нефть к определенному уровню сопротивления, вот мы его синяя линия тоже обозначили, и такая разворотная модель здесь наблюдается, поэтому, ну, с большой вероятностью можно думать или можно считать, что вот черное золото пойдет вниз. Конечно же, если вот эта средняя линия будет пробита вверх, ну, например, какая-нибудь новость, да, там, очередной запрет, там, или еще что-нибудь, там еще Кушинг, и Кушинг, и Клахома, главное, хранилище нефти в США, оно там тоже полупустое, понимаете, сейчас стоит, и вообще непонятно, что происходит-то с нефтью. Точнее, понятно, да, то есть, существует спрос на энергоносители, который спровоцирован биткоином, да, и майнингом биткоина, да, и это приводит к тому, что, ну, все больше и больше, вся эта энергия находится в дефиците, ну, и там еще добавляются вот эти электромобили, но думаю, что они здесь большого значения все-таки пока еще не имеют. А биткоин, смотрите, все-таки находит здесь, я считаю, сопротивление вот на этой уровне синей линии. Он там сходил ниже, да, вроде как не сработала вот эта модель, но в целом, смотрите, все равно преодолевает, преодолевает, и я считаю, что у него есть большой шанс отпрыгнуть вверх отсюда, да, то есть, может быть, да, что давно уже не растет криптовалюта на самом деле, можно сказать, что она даже несколько вышла из моды, да, но вот она все равно в себе несет то, чего нет ни у какого другого актива, например, у золота, да, это встроенная в себя система расчетов. Вы можете отправить криптовалюту в любой кошелек из своего кошелька, вне зависимости от того, где этот кошелек находится, там, в какой стране и так далее, это вообще не объект для криптовалюты, понимаете, какая страна, какая там еще что-нибудь. Поэтому, ну, конечно, она будет использоваться, но почему-то вот мы никак не можем принять для России, вот, например, в качестве важного расчетной единицы тот же биткоин, например, да, и почему бы нам не осуществлять расчеты в нем, да, вот тут странно, почему это не делается, да, я не могу понять, так на самом деле. Дальше посмотрим, ну, вот золото, ну, я, тут, смотрите, можно сказать, что не сработала модель роста, и вот когда модель роста не срабатывает, вот такие вот посредства часто бывают. Не всегда, но часто бывают. Поддержка пробита и такое обрушение вниз. Но на самом деле, мое мнение таково, что все-таки из золота капитал просто уходит, и уходит он в американский доллар, который, смотрите, продолжает расти против всех валют, это так называемый индекс доллара США. Здесь почти никаких изменений нет, ну, может быть, здесь, ну, думаю, что если в течение недели появится, я вам обязательно покажу там разворотную модель в индексе доллара, но пока ее нет, и все это происходит из-за того, что продолжает расти доходность государственных облигаций США. То есть вот она уже 4,5%, почти 5%, и это огромный рынок, я напоминаю вам, вот весь этот американский долг, сколько-то там триллионов, там 30 триллионов, он номинирован, ну, в том числе и в таких вот 10-летних облигациях, да, и то, что они падают, то, что они падают, означает, что растут ставки доходности на американском рынке. Вот это так называемая безрисковая ставка 5,4,575. Вы можете сейчас купить, додержать до конца, и вы точно получите вот эти вот, ну, какая там, правда, будет номинальная стоимость валюты, неизвестно, но в долларах вы и получите, в тех долларах, которые будут на момент расчета, да, вы все свое, можете не сомневаться, сможете получить. Ну, вот, насколько дальше будет происходить падение облигаций, рост доходности, ну, совершенно непонятно. И эта вот ситуация, она сильно давит и на рынок акций США, которые, смотрите, ну, он в таком находится достаточно сильном раздрае. Вот я на прошлой неделе думал и видел модель роста, я покажу вам пример, в акциях Apple, и мы даже купили в наш портфель. Вот здесь вот она была в пятницу, хорошо, причем на открытии в понедельник, да, отработала. И, конечно же, она должна была двинуться вот куда-то сюда, вот по любому техническому. Посмотрите, какая прочная здесь была модель, да, здесь, здесь, здесь этих сопротивлений целая куча, да. И, тем не менее, вот оно пробивается вниз, и вот здесь мы продали уже, да, мы не стали держать эти позиции, мы вот здесь продали, ну, потому что, ну, с одной стороны, смотрите, да, модель, кажется, мощная. И вот в этих акциях, в этих, ну, так называемых мегаакциях, ну, представляете, какой объем капитала там сосредоточен. То есть там, ну, вот для технического анализа самое подходящее место, потому что это вот так называемый public opinion, да, то есть, ну, там, то, что думает толпа, рынок, как определение, да, оно лучше всего видно, да, по идее, должно себя проявлять, поскольку, ну, там тысячи игроков вообще одновременно присутствуют. И вот эта модель не сработала. Ну, к чему это приведет? Смотрите, дальше идет падение, поскольку вот support line не удержалась. И не похоже, что она дальше может еще продолжать обрушиваться. Поэтому американский рынок, он формируя, смотрите, формируя некоторые модели, ну, такие роста, да, тем не менее, тем не менее, в течение дня успевая скатиться. И это говорит о том, что они потеряли уверенность. Они потеряли уверенность. И есть почему потерять уверенность, потому что эти акции стоят, ну, неоправданно дорого. Там на другой стороне американского рынка огромное количество нормальных ценных бумаг, с хорошими оценками и прочим, да. Но они тоже могут пострадать, если будет какое-то сильное падение на американском рынке. Мы постараемся этого не допустить в своем портфеле, да. Но нам тоже будет это сделать достаточно сложно, поскольку, ну, вот, понимаете, как бы фундаментально, если мыслить, как фундаментальный инвестор, ну, при любом падении надо добирать. Вот там мы одну акцию добрали, а она еще ниже стала, понимаете. То есть, ну, вот вроде как не работает, да, наш подход. Ну, это краткосрочно, он все равно сработает, понимаете. Вот я завершаю сегодняшний выпуск. Можете зайти ко мне на сайт и посмотреть. Я вчера проверил, ну, такую виртуальную доходность нашего портфеля. И вот если бы мы год назад оставили портфель таким же, какой он есть, ну, просто взяли бы и ничего не делали, да. И там даже с учетом дивидендов, скорее всего, скорее всего, мы бы, ну, были бы, например, на том же уровне, как мы находимся сейчас. И наши усилия по техническому анализу, ну, да, наверное, они все равно, мы не будем от этого отходить, да, то есть, но в целом, вот это самое купи и держи, оно работает, оно работает, поскольку мы в нашем портфеле имеем высоко недооцененные ценные бумаги, что в России, что в Америке. Но, к сожалению, к сожалению, краткосрочно это не всегда себя проявляет. Но вот смотрите, все равно результаты наши, если вы как на них посмотрите, ну, вот так как-то более глубоко, более с дальней перспективой, а вы должны инвестировать с дальней перспективой, ну, хотя бы на три года, понимаете. Я ввел месячные подписки, когда у нас их практически никогда не было за всю нашу историю. Потому что месячная подписка, она, ну, она стимулирует на то, что я должен вам каждый результат этот каждый месяц ап, 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 вверх, вверх, вверх показывать. Но это на самом деле не всегда может быть так. И в некоторых случаях стратегия купи и держи, которой мы придерживались, ну, примерно, я не знаю, может быть, до 19-го года, может быть, до вот этого падения, да. Ну, сложно сказать, когда вот мы уже перестроили здесь. А вот, ну, вот, допустим, где-нибудь там вот здесь, да, наш портфель менялся очень редко. Ну, да, какие-то изменения все равно я делал, да, но в основе своей он предполагал вот эту самую купи и держи, то есть держать, получать дивиденды, владеть бизнесом. Вот как это делает Уоррен Баффин. Ну, как я повторяю, наша стратегия сейчас, она комбинированная, включает в себя и использование технического анализа, выход, вход из акции, да, ну, это не так уж в течение дня осуществляется, да, то есть вы вполне спокойно можете за нами следовать. Поэтому присоединяйтесь к FT Invest и следуйте любому из наших индексов, российскому или американскому. Всем спасибо за внимание.